Возвращаясь к практикам, как же сказывается ложь, как проявляется ложь на разных практиках. Вот смотрите, на сайте есть куча разных вариантов практик. И мы можем сейчас обсудить, как вообще вкрапление лжи влияет на проявление той или иной техники. Как она разворачивается в жизни. Далеко не буду ходить, это хилинг. Кто проходил, кто не проходил, но в тета-хилинге человек садится, входит в определенное измененное состояние сознания. И вроде бы как он начинает работать, вроде бы как чувствует. Очень, кстати, со стороны видно, где человек лжет, а где человек в правде. Даже если он верит искренне в ту ложь, которую он несет, оно все равно распознается как ложь. Вот человек садится и видит в группе, например, 10 человек, и у всех плывут какие-то картинки, они что-то видят. А он не видит. И вот на эффекте, чтобы соответствовать социуму, он тоже тогда начинает придумывать, что он видит, и у него получается. Без того, чтобы добиться того торможения, когда поплывут картинки, он начинает придумывать. То есть у него меняется голос, у него определенное движение тела, у него определенное проявление, когда ты четко понимаешь, что у этого человека нет видения, он вот сейчас занимается тем, что он обманывает. Он этого не осознает, что он обманывает, потому что он играет в игру, у меня получается. На выходе результата норм. Вот люди, которые придумывают в тета-хилинге результативность практики, сводится к нулю. Просто рассыпается. В то же самое время есть техники, например, где если человек обманывает, то результативность техники меняется, но она есть. Например, психологическая кинезиология вот сейчас занималась, она зацепила на определенном этапе. И очень удивительно, вот человек работает и диагностирует какую-то проблему, да, откуда, куда корнями уходит травматика, например, какой-то опыт стрессовый. И вот он диагностирует, диагностирует, и он не слышит отклика, да, не может различить, сигнализирует тело или не сигнализирует. Ну и раз, поставил там галочку, ну ладно, будем поборовать, который здесь работает. И отрабатывает что-то, что он еще нужным поставить. Хотя на самом деле он не услышал, да, например, обман прошел. Но на выходе он все равно поставил, все равно отработал, и все равно на выходе из человека что-то достал. Он не отработал конкретный запрос, с которым человек пришел, он отработал другой. Но все равно фиг будет. То есть вот если брать по практическому, если вы попали на тета-сессию к человеку, который придумывает, да, а он не обладает способностью, не наработал, а готовил, он готов вам консультировать, вы накинули деньги зря. Вы попали к кинезиологу, ну не то он отработал, что вы хотели, но что-то отработал. Все равно на выходе, если у вас плыли воспоминания, у вас дергались глаза, у вас физиология показывала, да, у вас рассеивали стресс, все равно какой-то стресс из вас достали, все равно у вас меньше стало, да, вот этого всего. Поэтому эта практика получается как бы с подменой, но работает. Гипноз. Если в гипнозе, например, гипнотизер не может нормально работать в состоянии и там лукавит с клиентом. Он не введет его в состояние и клиент не будет иметь результата. В гипнотических трансовых состояний человек очень четко в гипнозе чувствует правду, ложь, и когда он чувствует ложь, она распознается как угроза, и тут же внутренний критик раз, закрывает, и все, в транс человек не пойдет, гипноза не будет. Предохранительный механизм сработал, предохранитель щелк, вылетел, да, и все, и гипнотизер может биться сколько угодно. Но его замысел не пройдет, потому что в данном случае сработал предохранительный. Предохранитель, он как защита, как защитная реакция в гипнозе сработал. Поэтому ложь гипнозе, она, ну, она губительна, она не даст результатов клиенту. Во вьюинге, смотрите, если человек придумывает, во вьюинге придумывают до и придумывают после. Там два варианта, да. До. Человек пишет протокол, снимает информацию, и в это время он не чувствует, но его ум разводит, и он где-то сам себе нафантазировал и придумал, да. Он просто не попадает в правильный ответ. Ну, ложь и ложь, он не попал, нет результата, да. Холостой выстрел. Но во вьюинге есть еще второй вариант, где он придумывает. Это в конце, когда уже результаты огласили. А, а вот у меня было, а я не отметил. И дальше пошел подстраивание. Программа ума оправдывает и встраивает ложь, да. Ну, в принципе, безобидно, но поднимает самооценку человека и дает ему возможность в следующий раз заново погрузиться в то, чтобы в это играть. Потому что он не разочаровался, он оправдал для себя, он скрыл разочарование для того, чтобы дальше играть в эту игру. Последствия, правда, могут быть более суровыми, если идет накопительный эффект. Если человек так себя обманул раз, второй, третий, в какой-то момент он лишается результатов. Вместо того, чтобы проработать тот момент, где он не слышит, да, он делает подмену. И в какой-то момент внутри у него возникает такой момент неприятный, осадочный. Он говорит, слушайте, это практика херня, я не буду ею заниматься, ему же неприятно самому себя обмануть. И этот эффект в какой-то момент выстреливает на том, что он больше этим не занимается. На самом деле он потерял хороший инструмент, например, даже оплатив там обучение и так далее, просто потому, что он не был честен сам с собой, потому что он угал в конце, да, вместо того, чтобы выстроить систему вначале. А вот в астрологии тоже интересная штука, как ложь проявляется, когда человек работает. В астрологии, если человек, например, чего-то не знает, но он держит марку перед клиентом и хочет обмануть клиента, чтобы казаться хорошим астрологом, он просто произведет неграмотно расчеты и даст неверную информацию клиенту, да. Казалось бы, горе, человек получил не свою натальную карту и ему повесили лапшу на уши. Но я бы в астрологии так сильно не расстраивалась, да, потому что астрологическая консультация состоит из двух частей. Одна часть, когда человек получает действительно нотальную карту и какие-то прогнозы, да, а вторая часть, когда человек получает внутреннее спокойствие и стабильность, удовлетворенность от общения с астрологом. Потому что главная задача астролога – стабилизировать внутреннее состояние клиента, сделать за него выбор. Сделать за него выбор. Ведь клиент приходит в стрессе, потому что любой выбор – это стресс. Любой выбор распознается нашим телом как стресс. И если человеку надо выбрать, поступаю я туда или туда, купить мне это или это, у него внутри идет стрессовая реакция. Стрессовая реакция – определенная химия тела. Когда он приходит к астрологу, астролог делает за него выбор, стресс рассеивается, клиент успокаивается, он же получил свою часть марлезонского балета. Получил. То есть, когда в астрологии есть, например, некачественная консультация, да, главное, чтобы она была качественной в части работы со стрессом, со снятием стрессовой нагрузки. То есть, если астролог грамотно отработал клиента и рассеял у него стресс, то уже все остальное не имеет значения, на мой взгляд, уже деньги заплачены не зря. А если он еще дал грамотно вторую часть, грамотно сделал выбор действительно оптимальный для человека, все, ему же медаль затвала. Но люди зачастую это не осознают и равняются на вторую часть, да. А первая, как бы, я вообще здесь ни при чем. На самом деле в астрологии важна первая часть. И это надо понимать, потому что стрессовые нагрузки в нашей жизни настолько безумно велики, что если вот эта стрессовая часть за тебя, Россия – это астролог или не врач, это же просто прекрасно. И надо понимать, что она все-таки присутствует, и за счет этого идет нормальное рассеивание работы. Поэтому в астрологии 50 на 50, зря потраченных денег не было. Еще немножко. Нет, но он может выбрать другую. В итоге это нет. Вот я про это сейчас хочу сказать. Тут есть такой момент, что да, состояние выбора – это стресс. И также огромный стресс – это когда выбора нет. Это вот про вот это, да. То есть вам астролог говорит, что, слушай, дорогой, ты должен был вчера умереть, но посмотрим, сколько тебе осталось. О, макерты. Да, да. То есть вот идет, я знаю, как у вас астролог. Да, ты как раз присутствовала в такой презентации меня, да? И другого, и того, да. Она как присутствовала, когда меня консенсировали там на тему, да. Ну, что тебе сказали. Ну, это была демонстрация сверхспособности. Ну, да. Так, суть просто в астрологии в том, что, ну, и вот в частности на консультациях, что астролог может дать, скажем так, рекомендацию или ограниченный выбор, да. Но он не должен говорить, что, ну, конкретный выбор, да, что вот там, вы там завтра там склеите ласты или еще что-то. Потому что это в принципе неверно. То есть в астрологии какой момент? Астрология что показывает? То, с чем мы пришли, да, как бы программу по умолчанию. Если мы ничего не будем менять, то оно будет идти вот так, вот так и вот так, да. Если что-то показывает на тайной карте, что, допустим, мы поменяли пункт А, пункт Б на основании этих двух пунктов и того, что нам было дано изначально, может быть вот такой и такой вывод, да. Но выбор всегда на самом деле есть, реализуется то, что заложено или нет. Это как в генах, да, там есть 50 на 50. Но есть люди, кто копия мамы, есть люди, кто копия папы, да. То есть какие факторы заставили активизироваться конкретный ген? То же самое в астрологии. Какие факторы заставят активизироваться тот или иной выбор, да, то есть тот или иной событий? Поэтому вот это тоже надо понимать, что, естественно, астролог может сделать выбор, но он не должен на нём, скажем так, настаивать. Потому что там, в принципе, нет ничего, чтобы было 100%. Есть взаимосвязи, но не то, что некоторые говорят. Дальше практики энергетические. В энергетических практиках, как ложь сказывается, например, вы пришли к мастеру, например, рейки или энергетическое восстановление, то есть вы на сеансе, да. На сеансе, когда вас уже положили на массажный стол, да, и вы уже внутри расконцентрированы на ощущениях в собственном теле, вы уже в трансе. И вы уже в достаточно глубоком трансе. Мы помним, как только вы в трансе, у вас состояние внушаемости повышенное, да. И если энергетический мастер начнёт в это время рассказывать, что он видит Люцифера, и этот Люцифер пришёл по вашу душу, да, то, соответственно, это будет работать в вашей жизни как внушение. И если человек профессионален, он в энергетических практиках молчит. В лучшем случае, если ему задают вопрос на тему, например, ну, недавно, например, человек работал, говорит, ну, вот мне говорят, что там отец умер, вот он пришёл, что я вижу. И он, соответственно, понимает, что для человека стресс, смерть отца, и надо развеять этот стресс. Он говорит, да, отец пришёл, он пришёл с тобой простить, да, 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 да. И дальше чей нивелировал это всё. Не видел, не видел, я говорю, видела, не, не видела, говорит, но чувствовала, говорит, у меня было ощущение, что кто-то присутствует, говорит, но я не вижу, говорит, ну, что мне говорить. Вот она, говорит, я и говорила, что я чувствую его там, рассеиваю это всё. Вот, она поддержала и нивелировала, убрала, рассеяла. Но если человек вместо того, чтобы... Вообще идеальный вариант – это молчать. Для этого есть руки, для этого есть тело, и для этого есть момент разгрузки, трансовой разгрузки психики. Психика сама сделает восстановительные вещи, значительно лучше тогда будет эффект. Поэтому в данном случае в энергетических практиках ложь, когда лжет мастер, она может работать как в плюс, так и в минус. Если минус человеку нагрузили лапши и загрузили не тем, чем надо, соответственно, могут быть результаты отрицательные. Если это во спасение поддержали человека, могут быть положительные результаты. То есть человек, когда он в трансе, он наружную ложь снаружи, он за нее не цепляется, он сильно ее не распознает, он просто ее загружает внутри. Если она направлена на рассеивание стресса, значит она сработает. Если она на создание стресса, так она и сработает. Какие практики еще были? Напоминайте. Как в каких практиках сказывается? Основную массу, наверное, самых распространенных перебрала. Ну, психотерапию, да, можно сказать, что это не совсем, конечно, какая-то эзотерическая практика. Но тоже, чем больше, да, количество, скажем так, профессионалов, тем меньше там профессионалов. То есть надо понимать, что да, хорошо доверять, но проверять тоже надо. Да, если человек ходит, и только больше стресса, да, если его постоянно возвращают в какие-то ситуации травмирующие, и это длится годами, да, как многие подсаживаются на психоанализ или гештальт, или еще что-то, гештальт вообще ставит замечательные костыли человеку. У меня просто в гештальце работает сестра. Ну, и о кое-каких методах, в принципе, я проходила, а кое-какие она мне рассказывает, какие я сейчас использую. То есть хотя бы тот метод, когда человека отпускают, считается, что он пролеченный, когда у него выстраивается внутренний диалог с психотерапевтом, то есть у него есть образ, на который он может опереться и поговорить. Ребята, ну это шизофрения, извините, да. То есть, да, это может как временный момент сработать, да, то есть какой-то образ, с которым ты можешь разговаривать. Но, по сути, если мы уже вдаримся в эзотерику, да, это, по сути, накачивание, ну, создание сущности, что ли, да. То есть если постоянно в какой-то образ закачивать энергию, то логично, что этот образ рано или поздно оживет, да. Пусть там через 40 лет, и в какой форме неизвестно, но вопрос в том, что это, ну, небезопасно с любой точки зрения. А это идет как в технологии. То есть все, человек пролечен, когда у него внутри есть такой костырь. Ну, по сути, это муперизм. То есть ты постоянно питаешь кого-то, свои, наверное. Ну да, что-то, что-то создаешь дополнительно. Да, и вообще прекрасно при этом, если это психотерапевт. Ну, если это психотерапевт, да. А если это как там, ну, они ставят любой комфортный образ, да, если это умерший, например, человек, вопрос, куда ты постоянно качаешь энергию, да. То есть вот эти моменты тоже очень важно понимать. И даже если это не совсем практики энергетические. Из-за того, что еще вспомнила, еще есть телекиноз, да, если ты там начинаешь придумывать что-то, то у тебя просто ничего не получается, ничего не работает вообще. Просто реальность не отражает то, что ты хочешь. То есть есть вид практик, где придумать что-то практически нереально, потому что или там солгать, или еще что-то, потому что просто нет физического отражения тогда. То есть эти практики работают действительно на твоих искренних состояниях и на твоем энергетическом ресурсе. Вот. А еще отдельно выделю практики НЛП. Вот есть такой тонкий момент, опять-таки, когда мы внутри и когда мы снаружи. Как мы распознаем ложь? Например, в НЛП есть, ну, сейчас Наташа подробнее расскажет, я только на НЛП еще прощу внимание. В НЛП, например, есть такое утверждение, достаточно жесткое. Если человек, например, говорит, бросает фразу, честно говоря, или не буду вам лгать, скажу вам прямо и не таясь, да, вот эти вот фразы, там еще ряд других, которые говорят, вот это подготовительная фраза, потом он будет врать. Будет стихивать. Это равносильно, как выступление наших белоруских чиновников, которые говорят, курс доллара меняться не будет, все, гилобменник. А вот, ну, опыт показывает, да. Еще такая фраза, которая режет слов, на самом деле, и пошло, и понеслось. Да, вот смотрите, эти фразы, они действительно очень четко отражают намерение солгать, когда человек находится в игре. Когда человек находится в игре. И тогда понимает, что сейчас польется ложь, он включен. Он вышел на трибуну, да, он должен совершить эту игру, он должен выступить, еще что-то, еще что-то, он в игре, он в активном включении. Но бывает такое, когда человек находится в домике, когда он внутри себя, и вот этот вот момент, когда он говорит, честно говоря, и зависает, и в это время у него идет осознание, выжимка из какой-то жизненной ситуации. И теперь смотрите, как это работает. Если он действительно в этом состоянии, и пошла выжимка из его жизненной ситуации, то его осознание может сейчас цепной реакцией запустить в вас осознание, потому что он по цепной реакции идет. И по цепной реакции вы можете получить кучу бонусов дополнительно, если вы не отторгнете это, а пропустите через себя. И в таком случае, получается, вы в одном потоке, и это срабатывает кучей плюсов для вас. Речь не идет о лжи вообще. НЛП этот вариант вообще не рассматривает, потому что предполагается, что все люди включены в игру. Никто не является наблюдателем ее. Все в активном включении, и все качают энергию на то, чтобы друг другом манипулировать. Я понимаю, что достаточно большая часть человечества, которая в это включена и готова так работать. Но есть и те, которые не включены, которые наблюдают за тем, куда они включаются, куда они выключаются. Если они видят, что перед ним выступает осознанный человек, и он идет на такой стадии зависания, то в это время раскрою клювик и слушай быстренько, и подключайся, потому что у тебя есть возможность поднять какие-то свои собственные переживания, которые в этот раз, в этот момент срезонируют с его сознанием. И у тебя тоже произойдет цепь сознаний, каких-то воспоминаний о сознании, извлечении уроков и закрытие вот этих вот зерен причинно-следственной связи, которые еще не проросли, но которые по цепочке выстрелят, и потом больше не доформируются в ситуацию в жизни. Ты уже извлек из них уроки. Все, ты бонусов набрал для души. Поэтому вот этот вот момент, он очень тонкий. Всегда следите, никогда не клюйте на стандартные фразы, то, что бросают для людей во внешнем включении. Всегда на мир надо смотреть трезво. Вот. И... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok